Здравствуйте, дорогие читатели! В эфире передача «Синдром Тружковского» и я ее не сменный ведущий Андрей Тружковский. Сейчас мы находимся в терминале F аэропорта Борисполя, где пройдет известнейший тест-драйв Мерседеса Star Experience. Кстати, кто не знает, в 2017 году компания AMG, которая дополняет, тюнингует и усовершенствует автомобили Мерседес, исполняется 50 лет. И практически все автомобили разукрашены в красную полоску AMG 50 лет. Я сегодня прокачусь 100% на 3-4 тачечках, потому что я себе не лишу удовольствия втопить тапку на спортивном Мерседесе на взлетной полосе аэропорта. Оставайтесь с нами и не забывайте лайкать! Субтитры сделал DimaTorzok Ого! Это что за тачка? А движок какой? Это что шкира? Ого! 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 Перфорирована! Что с проветриванием? Это шок Бена. Ооо! А люк где? Нема люка. Люка нема. Ооо! Это шок. Как айпод. У нас на селе два. В мера и у гостей, которые приезжают. Ха-ха-ха! Е-класс! В рестайлинге все нереально круто. Больше всего мне нравится, что двойной дисплей теперь одинарный. Видите, здесь нет уже никаких соединительных полосочек. Бардачок. Два USB. Так, речи для перчаток. Все круто. Дерево. Кожа. Вот нравится когда. Хотя мне кажется это искусственная кожа. Вот почему-то я в этом уверен. Сейчас все следуют за нами и повторяют упражнение, которое будет делать Рафаэль. Саня все принял. Следуем за Рафаэлло и Ферреро Роше. Нихуя не едет. Давай. Супер. Понятное дело, что супер. Это здорово. Понятное дело, что здорово. С гонщиками говоришь. Здесь система стабилизации выключается. Мы ее выключили. Посмотрим, к чему это приведет. Но двухлитровый турбодизель. Ну и объясните это. Вот до полной остановки и было бы идеально. На 80-ти тормозили. Сынок, Big Mac меню и две картошки фри. Марк у нас включен в Sport Plus в GLA AMG. 320 км на спидометре. Здесь 650 лошадей. Нет. Окей. Нет, не знаю, что я делаю в игре. О-о-о-о. О-о-о! О-о-о-о! Дикарь. Он меня сейчас задушит именно. Мне кажется, сама с колонок тут отдаёт даже. Маркуха, просто нереальная тачка. Ебать. Дорогие на дорогу держат. Не сбавляемся, сонки. Есть контакт. Потрачено. Пятьсот моментов. Вот это он меня держит, просто пиздец. Шелохнуться нельзя. Вот нахуй с ним, блядь. Подрать! Обваляю! 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 Да, но еще и удовольствие от вождения. И C-шка, купе, это просто самый сбалансированный автомобиль, по моему мнению, из всех представленных здесь. Во-первых, она круто выглядит. Она валит просто идеально. Идеальное управление, идеальный салон, как по мне. Ну, море эмоций, море впечатлений. Правда. Пока, C-шка. Тоже мне, блядь, Давидыч нашелся. Сука, стыдно. Гибридный Е-класс. Посмотрите, как идеально соответствуют деревянные вставки к коже. Просто отлично. Не хватает, правда, кожаные тропеды. Ну, и я, когда езжу, я вообще люблю вот это вот трогать постоянно. Могу отломать. Продолжение следует. Продолжение следует. Одно раз. Одно раз. И вот здесь четыре различные модели. Одно раз. Да. Это заражение. И теперь машина начинает. Круто. И в этом случае, вы можете видеть, что батарея заражает мою батарею. Хибрид Е-мод. Мы обновляем Е-мод, так что только батарея будет работать. О, зацените, кстати. Минуту буквально поработал, 2% зарядилось. Очень прикольно. Он сказал, что надо всего 40 минут для того, чтобы зарядилась полностью батарея. Очень круто. Прям мега. Лексус вот так вот. Со своими гибридами. В режиме гибрид мы едем сейчас на двигателе. Нажимаю газ. Буст. 70. Вообще класс. 59. Это, кстати, принцип, как в троллейбусах. Очень круто. Сейчас чуть-чуть газуем. Смотри. Вау, сработал Дистроник. Сама тачка начала тормозить. А я его даже не включал. Он сам включился. Вот это кайф. Вот это система безопасности. Дорогая, не парься. Нам не надо на заправку ехать. Мы едем на гибридике. У нас еще 66%. Где-то в третьем. 65. Буст. 62. 3. А что, если сразу так скинуть? 64. Сразу заряжается. Вот это техника. Знаете, я был в Германии два раза. И там, ну, действительно, по факту практически все такси это мерседесы. И далеко не новость, не секрет, что даже в Москве в такси берут новые автомобили. Так вот, если у нас мерседес попадает в службу такси, то ему минимум лет 15. И на нем 100% будет газ. А в Германии это за нормально. Сделать гибридный движок в такси. Скажем так, переплатить. Но получить в конечном итоге экономию и чистоту. Это очень круто. Особенно, несмотря на то, что европеец, я полагаю, он немец. Человек, который ответственный за экосистемы. Консультировал нас. Он 100% сразу сказал, что если вдруг у вас в городе обязательно ездить на электродвигатели, то вы можете в режиме сейф сделать себе там на 17, на 30 километров. И по городу ездить только в эко-режиме. Это очень круто. Нам очень далеко еще, всему СНГ, до того, чтобы переходить на электро-либо гибридные двигатели. Но в любом случае мы все к этому движемся. И к 50-м годам, как я слышал, в Америке должны запретить двигатели внутреннего сгорания. А это значит, что все мы будем ездить на i8, i3, Tesla. Мы включили все на максимум. Свет фар, противотуманки, кондиционер спереди-зади, подогревы сидений. У нас 43% батареи. И сейчас я буду довольно-таки быстро ехать. Посмотрим, как быстро начнет садиться. Смотри, какой хитрый. Он выключает режим и мод, когда очень маленькая батарея заряд. Меньше 10% не дает. Давидыч так проверял, удобно жариться в тачке или нет. В принципе, тут место до хуи ищет. Все журналисты на нас так с опаской смотрят, ждут какого-то подвоха. Кто не помнит, посмотрите влоги ситуации в верхолах и ситуации с Мерседесом. Ссылочки я оставлю снизу. Больше такое не повторится. Мы ведем себя культурно прилично. Но в тот раз мы повеселились. И может быть даже хорошо, что Гриша сегодня проспал съемку. Гриш, ты мне пишешь смс-ки? Ему стыдно стало. Ты мне пишешь смс-ки, я их не буду читать. Потому что ты поступил некрасиво. Пишите Грише в комментариях, насколько они красиво вам поступили. Хвойный пидор. Хэштег. Ладно, пусть будет так. И не забывайте, что безопасность за рулем прежде всего, как и на воде, как и с костром. А в октябре, походу, во Львов поедем. А в октябре, походу, во Львов поедем. Короче, я спросил у представителей Мерседеса, почему нельзя тестить эту тачку. Думал, что дорого, и поэтому нельзя. Сказали, нет. Эта машина куплена. Это клиентская машина. Спасибо. Всего было выпущено таких машин 500. Это лимитированная версия. Это первая машина из 500. Смотри сюда. Лимитированная версия 50-летию АМГ. Это уже чья-то машина. И мы начинаем рвать очень аккуратно, очень комфортно, автоматически. И если машина перед нами двигается снова, в 2 секунды мы его автоматически. Автоматически. Ой-ой-ой, боковая поддержка. Красиво, круто, вообще. Спасибо. Здесь стоит камера, которая работает по принципу человеческого глаза в 3-х плоскостях. Я только что отвлекся, полностью отвлекся, рассматривал, знаете, интерьер. Мне что-то тут на ухо рассказывают. Это было круто. Это будет маневр в 3-х. Автоматически. На 85-ти тормозной путь максимум 3-4 метра был. Спроси, это в С-классе только или во всех. Эта функция работает только в С-классе? И в новом Е. Е-класс. С-фейслифт. С-фейслифт 2018. И в новом Е-классе. Да? Да, окей. Не удалось мне проехаться на Е-63, но зато мой брат покатался на ней. Самая мощная из линейки АМГ, представленных здесь. Понятное дело, что можно доработать. Давайте, знатоки, пишите. Я получил ему удовольствие сегодня. Я насладился машинами, я насладился комфортом, технологичностью и, конечно же, скоростью. И вот этим вот трактором. Спасибо всем, что смотрите меня. Спасибо за ваши лайки, комментарии. И не забывайте подписываться. Всем пока. То есть, я решила шарская тачка? Нет. За 240 тысяч евро. Дешево как-то. Я вылил бы в карьер. У тебя в Симсах хотя бы, вот по-честному, если бы ты играл в Симсах, у тебя хоть раз было 240 тысяч? Да, я знал код, который... Клапаусиус, кстати, кто не шарит. Или Роузбад во вторых Симсах. А в третьих не знаю уже. Таня Ткачук, ответь, какой пароль в третьих Симсах? Или это четвертый уже у них? Четвертый уже есть. На Тиздрайв приехал, да? Нормально? На, от Вебеджи. Сейчас у нас кофе, а потом катаемся на МГ.